А в Нерингринском районе организовали Дни Федерации профсоюзов Республики. Прошел ряд мероприятий, передают коллеги из Нерингре. Отчего они выплачиваются эти стимулирующие? Я думаю, что здесь вопрос этот решат. В течение дня параллельно с совещаниями проходило консультирование граждан. Больших очередей наличный прием специалистов не наблюдалось, однако все, кто пришел, задавали весьма серьезные вопросы. Мы ходили по вопросу невыдачи заработной платы с угледобывающего предприятия ОРЧИМТХАН, которое расположено у нас в городе Нерингре. А консультацию мы получили. Нам все объяснили по документации, по нашей предоставленной нами данными. Мы будем дальше по совету действовать. Наталья Ивановна Барковская, руководитель правовой инспекции труда Федерации профсоюзов, не понаслышке знает о множестве проблем. Ее отдел не только консультирует граждан, но и помогает с заполнением документации, а также в особых случаях готов представлять интересы обратившегося в суде. Что работников интересует и что больше нарушаемо на предприятиях, это же, конечно, вопросы сокращения численности штатов. В данном случае работника должны уведомить за два месяца. Если это сокращение, предложить другую работу. Кроме того, по последствиям работники у нас на севере должны выплатить выходное пособие, сохранить заработную плату на период трудоустройства до шести месяцев с зачетом выходного пособия. В новых экономических условиях вопрос сокращения работников и правда весьма актуален. По статистике, только за 2016 год на предприятиях Якутии было сокращено 4000 человек. Мы выступаем против внедрения аутсорсинга, особенно в сельской местности. Сейчас, как принято по оптимизации бюджетных расходов, ведутся выводы на аутсорсинг обслуживающего персонала, где наши члены профсоюза теряют свои гарантии, социальные гарантии. Эффекта от этого мы так такого не видим. Поэтому в этих вопросах, конечно, мы ставим и будем бороться, чтобы все-таки сохранялись социальные гарантии. Тревожными цифрами за 2016 год также является снижение доходов якутян на 3,5% по сравнению с предыдущим 2015 годом, в котором также наблюдалась нисходящая динамика. При этом вырос показатель безработицы и увеличилось число населения с доходом, не дотягивающим до прожиточного минимума. Галина Якимчак, Рустам Шакуров, НВК Саха, Нейрюнгри. Редактор субтитров А.Семкин